МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. За нарушение правил дорожного движения возможно будут арестовывать и отбирать права. Цены на бензин повысятся. Тимиртау из окна выпал семилетний ребенок. Еще одно полицейское задержание. К 9 годам лишения свободы приговорен экс-следователь по особо важным делам финансовой полиции Султанжан Азизов. Аналогичный срок получил его сообщник Даниил Арзикиров. Сегодня суд вынес приговор по делу бывшего финполовца. По данным следствия, 10 апреля 2012 года следователь финансовой полиции Орал Беков возбудил уголовное дело по факту лжепредпринимательской деятельности в отношении компании МРЖПРО. С санкцией прокурора Карагандинской области был наложен арест на расчетный счет этой фирмы. Подсудимый капитан департамента финансовой полиции Азизов, не имея прямого отношения к расследованию данного уголовного дела, выяснил координаты представителя фирмы и потребовал заплатить ему 550 миллионов тинге взамен на помощь в прекращении уголовного дела. Работал Азизов не один. Своему сообщнику, безработному Зикирову, за содействие в преступных деяниях он обещал вознаграждение в размере 100 миллионов тинге. Тем временем бизнесмен обратился с заявлением о вымогательстве взятки Управления собственной безопасности Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Изначально Азизову вменяли коррупционное деяние, но позже обвинения переквалифицировали на мошенничество и подделку документов. Деяние подсудимых Азизова и Зикирова охватывается единым умыслом с четким распределением ролей, где каждый являлся соисполнителем группового преступления. Окончательно Азизову Солтанжану Маликжановичу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В Караганде по горячим следам раскрыто разбойное нападение на таксиста. Об этом сегодня журналистам 1-го Карагандинского сообщили в пресс-службе ДВД области. Как сообщает полиция, двое неизвестных мужчин нанесли телесные повреждения 54-летнему таксисту и завладели автомашиной такси Лада Приора. Чуть позже автомашину нашли у одного из домов по улице Космонавтов в исправном состоянии. Сотрудниками полиции задержаны двое 21-летних подозреваемых, задержанных во двореных в изоляторе временного в задержании проводятся расследования. Трагедия в Тимиртау. Первоклассник разбился в городе Металургов. Несчастный случай произошел накануне. Из окна квартиры, расположенной на 9-м этаже, по своей неосторожности, выпал 7-летний мальчик. От полученных травм скончался на месте. Полиция Карагандинской области в очередной раз просит граждан не оставлять малолетних детей без присмотра. Оборудуйте окна и балконы специальными барьерами. Сохраните жизнь своему ребенку. Машина в счет долгов. Судебные исполнители Октябрьского территориального округа конфисковали у карагандинца автомобиль за 7-миллионный долг. Изъятие номеров произошло прямо на стоянке. Владелец этого фольксвагена, гражданин Пученичев, в 2007 году как поставил автомобиль на стоянку, так про него и забыл. За услуги охраны своего авто он также не платил. За 6 лет у карагандинца накапал долг почти 400 тысяч тенге, который добровольно житель города выплачивать естественно не желал. Хозяева стоянки подали в суд. Служители Фемиды вынесли решение взыскать с Пученичева ущерб в пользу автостоянки. Однако злостный неплательщик долгое время скрывался. И неудивительно. Ведь помимо этого Пученичев имеет полный набор задолженностей на общую сумму более 7 миллионов тенге. Сегодня судоисполнители Октябрьского отделения машину обнаружили, номера изъяли. Теперь легковушку выставят на торги. Таким методом хотел скрыться от правосудия, тем, чтобы данную автомашину не изъяли и не выставили на торги. Вот вы видите, что многие должники наши пытаются снегом забросить, спрятаться. Однако есть решение суда, которое вступило в законную силу и которое необходимо исполнять. На сегодняшний момент хочу сказать благодарность сотрудникам отдела Октябрьского отдела судебных исполнителей за такую активную работу, которая, будем говорить, благодаря им выявляются такие же задолжники скрывающиеся, которые имеют огромные задолженности не только перед частными лицами, но и государственными органами. Благодаря им вот в сегодняшний момент этот вопрос решился. Время рекламы, она пройдет быстро, не переключайтесь. Молочная фабрика на Тиже представляет Новый продукт Ацидопилин Бактерии Акцидопилус выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют Ацидопилин страховкой от рака желудка. На Тиже с заботой о вашем здоровье. За нарушение правил дорожного движения возможно будут арестовывать. Проект нового закона находится на рассмотрении в парламенте, сообщает местное печатное издание. Если законопроект вступит в силу, несоблюдение правил дорожного движения может обернуться лишением свободы на полгода или водительских прав сроком на 5 лет. По закону о дорожной полиции по 16 видам предусмотрено усиление ответственности, сказал министр внутренних дел Каммухамбет Касымов на расширенном оперативном совещании в минувшую субботу. Корреспонденты первого карагандинского вышли в народ, чтобы поинтересоваться мнением простых карагандинцев и автолюбителей, наведет ли новый закон порядок на дорогах. Очень много смертельных исходов на дорогах, поэтому в принципе я согласен, что должны лишать свободы. Если водитель не прав, ну, наверное, есть смысл. Потому что слишком много нарушителей, да. Возможно. Да, за серьезные нарушения наверное, надо серьезно отвечать. Даже не знаю. Конечно, можно на полгода сажать. В следующий раз не нарушали просто. Я за этот закон согласна. Потому что, во-первых, их надо чуть-чуть приучить к порядку. Да что вы, нет, это слишком крутые меры, я считаю. Слишком крутые. Вот пьяных за рулем, да, их жестко надо наказывать. Не нарушай законы, все будет нормально. Пускай отвечает за свои поступки, если нарушил. Знаете, вот здесь нужно как бы не лишением свободы, там морально человек должен понять, что этого делать нельзя. На психику надо, в смысле, не то, что давить, а перестроить мышление людей. Бензин подорожает. В Казахстане ожидается повышение цен на топливо. Об этом сообщили в Министерстве нефти и газа. Однако карагандинцы оказались не согласны с таким решением. Почему выясняла Айда Ибраева. Сообщение об увеличении цен на бензин, поступивший от Министерства нефти и газа неприятной новостью обернулось для карагандинских водителей. Увеличение цены не считает решением неправильным. Для простого народа это, конечно, тяжело, ведь все мы добираемся на работу на машинах каждый день. Бензин дорожает с каждым годом, это же неправильно. Если бы цены держались на одном уровне и народу было бы легче. Тем не менее, изменение цен на топливо объясняется возможностью дефицита на нефтепродукты, ведь большая разница стоимости продукта между соседними странами неприемлема для рыночных отношений. Самым большим поставщиком бензина является соседняя Россия, в которой цены на четверть выше, чем в Казахстане, вследствие чего и необходимо выравнивать цены. А вот, по мнению карагандинских водителей, с повышением цен должно повыситься и качество продукта. Но если такое же качество бензина, это просто будет ужасно. Я не согласен, потому что бензин плохой, во-первых, у нас в Казахстане, и во-вторых, если еще цена будет повышаться, вообще, это будет полный беспредел. За прошлый год цены на автомобильное топливо возросли примерно на 3%. Скачок небольшой, однако, для казахстанских водителей даже такие изменения очень значительные. Ну, просто уже некуда, и так здорово. Однако, в феврале этого года автовладельцы могут быть спокойны. Стоимость бензина останется прежней, ведь вопрос о регулировании цен еще и является открытым. Айда Ибраева, Лжас Кабасов, Марат Кутенов, Первый Карагандинский. 148 липовых квитанций об уплате административных штрафов выявили прокуроры с начала года. Несмотря на то, что надзорный орган взял под жесткий контроль подобную практику, схема обмана государства продолжает работать. За последний месяц в ходе проверки, проведенной в органах внутренних дел Карагандинской области, вновь были выявлены поддельные документы. Согласно печатям, нарушители полностью уплатили штрафы, но сверка с данными Департамента казначейства показала, что в казну не поступила ни тенина. Сумма непоступивших платежей в государственный бюджет по 148 квитанциям составила более полутора миллиона тенге. Прокуроры рассказывают, что преступники научились мастерски подделать платежные документы крупных финансовых организаций и банков, действующих в Караганде. По имеющимся данным, квитанции были незаконно приобретены у неустановленных лиц в помещении банков за половину цены суммы штрафа. За подделку, изготовление и сбыт поддельных документов, а также за использование заведомо подложенных документов, Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность. Совершившего мошеннические действия, ждет наказание до 10 лет лишения свободы. Кроме того, к административной ответственности будут привлечены руководители тех органов, где будут обнаружены эти поддельные квитанции. Акимы вышли в народ. В районе имени Казабикби прошли отчетные встречи перед населением о проделанной работе за 2012 год. Это в основном строительство крупных предприятий, занятость населения, доступное жилье, благоустройство и модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Желающих послушать об успехах района оказалось немало. К слову, чиновники активно отвечали на вопросы горожан, а жители Казабикбийского района их внимательно слушали. В рамках реализации программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы в истекшем году отремонтировано 5 домов. Также произведена замена 6 лифтов на сумму 182 миллиона рублей. Получено согласие на ремонт еще 7 многоэтажных жилых домов на общую сумму 315 миллионов в день. И уже в текущем году планируется проведение капитального ремонта с элементами термомодернизации 6 жилых домов и замена 5 лифтов. С новой с вами спорта вас познакомит наш спортивный обозреватель Берик Капаров. Спонсор показа Galaxy Group производитель продукции торговых марок Allugal Galvin Hercules Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Allugal. Очередной, 16-й по счету международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей с 2000 по 2002 годов рождения посвященный памяти Сергея Ивана Ермоленко прошел в Павлодаре. Юный борец из Сарани Куат Ербулан 2000 года рождения весовой категории 29 килограммов из 46 претендентов стал третьим и выиграл бронзу. Я из города Сарань занимаюсь борьбой уже два года. Поехал на турнир в Павлодар и из 46 участников моей весовой категории стал третьим. В будущем хочу стать чемпионом Казахстана и чемпионом мира а также выиграть Олимпиаду. Помимо казахстанцев в первенстве принимали участие борцы из России Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана. Лучшим борцом турнира назван представитель Таджикистана Хусейн Саидов. В номинации Лучшая техника судейская коллегия выделила первое место Тимуру Акниитову а призом за волю победы награжден еще один представитель Павлодара Ануар Кайдаров. Карагандинский шахтер пребывающий в Турции на заключительных сборах провел очередную контрольную встречу. На этот раз оппонентом нашей команды выступил футбольный клуб Амкар выступающий в российской премьер-лиге. Стоит отметить, что матч вызвал большой интерес со стороны множества тренеров, функционеров и различных футболистов находящихся на учебно-тренировочных сборах в Турции. Счет в матче открыли футболисты Пермского клуба. В ходе разительной контратаки нападающий Сергей Волков хладнокровно реализовал выход один на один. Во втором тайме Шахтер сумел восстановить паритет встречи. Прерывавший прострел соперника Михаил Смирнов срезал мяч в собственные ворота. А за 10 минут до финального свистка Никола Мияйлович метров с 30 плотно приложился по мячу, а оказавшийся в нужном месте Евгений Тюкалов вовремя успел на добивание. Итог встречи 2-1 Олимпийская чемпионка Зульфия Чиншанло стала лучшей тяжелоатлеткой мира в минувшем году. Международная федерация тяжелой атлетики провела на своем официальном сайте голосование с целью выявить лучших спортсменов 2012 года. Так, по итогам голосования среди женщин весь педестал заняли представительницы Казахстана Зульфия Чиншанло, Майя Монезе и Светлана Подобедова первое, второе и третье места соответственно. А вот у мужчин лучшим был признан олимпийский чемпион Лондона весовой категории 105 килограмм иранец Бегдад Салим Кардасиби а двукратный олимпийский чемпион из Казахстана Илья Ильин стал вторым. Третье место занял польский спортсмен Адриан Зелинский. На этом у меня все. Напоминаю телефонный новостной службы 1-го Карагандинского 420649 Еще больше новостей на нашем сайте адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау Бонзда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова